Всем привет! Сегодня расскажу, как можно обновить ваш смартфон так, чтобы он не тормозил, все ваши приложения работали так, как нужно. И если вы замечали, что у вас какие-то происходят зависания, лаги в играх, допустим, что вы раньше пользовались каким-то приложением, играли в какую-то игру, она абсолютно не тормозила, не зависала, но со временем почему-то начала подвисать, и вы не знаете, в чем проблема. Либо еще бывает такое, что какие-то приложения перестали работать, и вы не знаете, что за причина, и даже если вы скачиваете их заново, они точно так же перестают работать. Еще так же очень часто явление, когда Google Play, Play Market ваш, просто навсего не хочет скачивать абсолютно любое приложение. Вы, допустим, заходите, как обычно, в Play Market свой, хотите скачать какое-то приложение, но оно просто навсего как бы идет в загрузку, но ничего не скачивает. Вот это уже первые признаки того, что телефон неправильно стал работать, и какие-то функции уже набрались очень множество системных ошибок, из-за этого программа Android очень плохо работает. И я покажу 5 пунктов, которые нужно обязательно выполнить, чтобы телефон заново начал работать по-прежнему очень хорошо, без всяких торможений, и открывал абсолютно все программы просто молниеносно. И никаких программ нам абсолютно скачивать не нужно, воспользуемся просто нашими настройками. И здесь у нас есть поиск, в поиске мы пишем просто слово обновление. Можно, в принципе, не полностью написать, вам уже найдет какие-то варианты обновлений. И смотрите, нам найдет обновление системы безопасности, это первое, куда мы заходим. И сразу скажу, если вы не выполните какие-то из этих действий, то попросту частичное обновление будет бесполезным. Поэтому досмотрите ролик до конца, не забудьте поделиться видео с другими, чтобы они вам тоже сказали спасибо за то, что телефон стал намного лучше работать, чем было. Мы сегодня исправляем абсолютно все ошибки на ваших телефонах, которые вы набрали там за полтора, за два года. Возможно, кто-то буквально попользовался телефоном месяц-два, и уже у него начинает очень сильно все притормаживать. Заходите в обновление системы безопасности, и идет проверка наличия обновлений. Как вы видели, быстро у нас все проверилось, все зависит также от интернета вашего. Если у вас здесь будет написано внизу «Обновить», обязательно обновляйте. У меня это уже обновлено до последней версии. И если вот такой пустой экран, то значит ничего вам обновлять не нужно. Это первое. Вы перепроверяете просто у себя. Дальше обновление системы через Google Play. Тоже заходим, и идет проверка обновлений. И видим внизу, что есть проверить обновление. Нажимаем, идет проверка обновлений. Видите, что написало «Обновление не требуется». Значит, у вас все нормально. Возвращаемся дальше. Полностью выходим. Заходим снова в наши настройки. И нам нужно найти такой пункт, как «Приложение». Заходим в них. И, возможно, вы, кстати, зададите вопрос такой, что зачем сейчас проверять вручную эти все обновления, если они приходят автоматически. На самом деле, бывает такое, что какое-то сообщение о обновлении приходит, но мы просто его забываем нажать, и оно остается не обновленным. Это первое. Второе. Это то, что если даже обновления пришли, и ваша система обновилась, то со временем, когда накопилось очень множество ошибок, обновления эти уже перестают нормально работать, и телефон реально сильно-сильно тормозит. Значит, смотрите. Нажимаете вверху на лупу, на наш поиск, и здесь пишем просто слово «Веб». И находим «Андроид Систем Веб». Вот оно сразу находит. Это приложение, оно отвечает за практически все обновления, которые приходят вам на ваш телефон, чтобы телефон хорошо работал, и чтобы все обновления правильно загружались. Вы заходите на эту настройку, и теперь внимательно вверху справа есть троеточие, нажимаете, и смотрите, у нас есть «Удалить обновление», и если вы не обновлялись, то у вас будет «Установить обновление». Вот здесь послушайте внимательно. Если у вас телефон глючит, и у вас «Удалить обновление», вы берете и удаляете обновление, и больше ничего не делаете. Вот так вот просто берете, вот удалите обновление, установите исходную версию приложения, и нажимаете «Ок». Если у вас будет написано, что здесь обновление требуется, то просто устанавливаете и больше ничего не делаете. Возвращаемся. И здесь в приложении тоже пишем слово «Play». И здесь тоже внимательно я показываю несколько приложений, которые нужно зайти и сделать точно так же. Это сервисы Google Play, и это сам Play Market, и обязательно Google Play сервис. Показываю на примере самого главного приложения, Play Market. Вы заходите точно так же, и вверху справа находите троеточие, и нажимаете, видите, «Удалить обновление». Если у вас другой телефон, Xiaomi, допустим, вы можете точно так же зайти, только эти все настройки могут быть просто внизу, вот здесь, где «Выключить и остановить», у вас будет там «Удалить обновление», либо «Скачать обновление». Зачем это делается? Для того, чтобы сбросить все настройки, все системные обновления, которые уже получили множество различных ошибок, и у вас почему-то не скачиваются игры, у вас плохо работают приложения, тормозит телефон, и вы просто навсего думаете о покупке нового телефона, потому что этот уже практически пришел в негодность. Но после сброса настроек вам новые обновления обязательно придут без всяких ошибок, и вы начнете пользоваться телефоном точно так же, как и раньше. Только он просто будет уже без всяких тормозов, без всяких лагов, и ним реально будет очень классно, приятно пользоваться, потому скорее делись этим видео с другими, если ты об этом не знал. Здесь нажимаете «Троеточие» и нажимаете «Удалить обновление». Установить исходную версию. Не бойтесь, если у вас даже плеймаркет работает и скачивает все игры, после удаления вот этих обновлений он точно так же будет работать, как и раньше. И новые обновления обязательно придут. Здесь нажимаете «Ок» и теперь я вам рассказываю, что нужно сделать дальше. Во-первых, вы не забудьте, что вам нужно еще удалить так же само еще на двух приложениях Google Service, и только потом берете, выключаете ваш телефон полностью. Где-то минуты 2-3 проходит, вот нужно, чтобы он просто полежал, чтобы все сети, которые были подключены к нему, перестали соединяться с вашим телефоном, контактировать, и телефон полностью обнулил таким образом весь кэш, который находился на вашем телефоне. И потом вы берете, включаете его заново, подключаетесь к интернету и можете дальше пользоваться вашим телефоном. Все абсолютно обновления придут буквально через 2-3 минуты после включения телефона. Все приложения обновлятся, вся система полностью обновиться до самой последней версии, но уже без всяких ошибок, без всяких лагов, и вы реально заметите улучшение работы в несколько раз. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!